Друзья, всем большой привет! У нас с вами сегодня Чародейка в комплекте Выра. Выра был очень хорош в 2.3, в 2.4 он уже отставал, в 2.4.1 снова просто рвет и мечет. Им закрывают сотые великие порталы, это очень сильно выделяющийся на фоне остальных комплектов комплект. У Выра все по большому счету осталось то же, что и было раньше, но изменились две вещи концептуально. Во-первых, больше ничего не нужно снапшотать. Про снапшоты можем забывать как про страшный сон. Слава богу, это было что-то просто ужасное. Настолько извратить механику игры, это надо было догадаться. Больше снапшотов, по крайней мере, в Выре нет. Это раз. Два слегка прирос в цифрах скилл Архонт. Сначала он просто неимоверно сильный был на заре ПТР, как только этот тестовый сервер был запущен. Потом Близзарды поняли, что переборщили, понерфили его все-таки немножечко. Но и сейчас он сильнее, чем был в 2.4.0. И третья вещь. Был усилен в полтора раза бонус за 4 предмета в Выре. Вместо 1% за каждый стак дополнительной брони, аллорезов и скорости атаки мы теперь имеем 1,5%. В сумме получается невероятный баф для Выра. Все-таки жду, что с ним что-то изменится. Вряд ли его будут таким прекрасным, таким сильным пускать в релиз. И наверняка Близзарда что-то в последний момент сделают, примерно как сделали раньше с Огненной Птицей. Ну, ладно, надеюсь, что нет. Хотя лично мне механика Выра не очень нравится, поэтому я не сильно расстроюсь, но это было бы несправедливо, как мне кажется. Берем полностью весь комплект Выра, получаем все руны в Архонте, получаем 1,5% к скорости атаки и аллорезов на броне за каждый стак Архонта. И получаем стаки Архонта, накапливаемые не только с убийством монстров, но и просто с любой атакой монстров. Этот бонус был за 6 предметов. Если мы просто попали по монстру, получаем стак Архонта. Попали по многим монстрам 1 атакой, получаем много стаков. Это означает, что мы обрекаем себя на абсолютнейшую зависимость, как и раньше, от того, хорошо или плохо прокнет нам великий портал. Если монстров много, мы быстро разгоняем Архонта, быстро разгоняем Выра. Выр разогнанный — это просто машина смерти. Разогнанного Выра невозможно остановить, если только рядом много монстров. Ничего нового. Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы группировать монстров как можно плотнее, чтобы как можно гуще были моря из-за демонов вокруг нас. В таком случае мы будем, ну, просто терминаторами. Иначе неразогнанный Выра — это зрелище унылое. Просто боль и страдания в неразогнанном Выре играть с маленьким количеством стаков Архонта. Берем, как и обычно, комплект Чентода, который позволяет нам накапливать стаки Чентода. И если мы с 20 стаками уходим в Архонта, то вокруг нас расходится сильнейшая волна разрушений. С 20 стаками и с хорошо разогнанным Архонтом мы, ну, как я уже сказал, реально хороши. Без 20 стаков уходить в форму Архонта не стоит, если только мы не играем на очень высоких и великих порталах. Там правила хорошего тона примерно таковы. На первом же монстре, как только мы зашли в портал, не дожидаясь стаков Архонта, стаков Чентода, прошу прощения, уходим в Архонта. Уже в Архонте набиваем стаки, уже с набитыми стаками начинаем накапливать стаки Чентода на порталах пониже, на не очень сложных для нас порталах. Можно этим правилам пренебречь и в первый же раз в форму Архонта уходить уже с 20 стаками. Но в целом, сейчас мы пришли к правилу такому. Зашли в портал, увидели монстра, вошли в форму Архонта, набили стаки, вышли из формы Архонта, набили стаки Чентода. У нас все еще пока что будут сохраняться стаки Архонта при этом, даже вне формы Архонта. Снова вошли в форму Архонта, уже со стаками Чентода, и дальше уже до бесконечности этот цикл повторяем. И стаки Архонта не теряем, стаки Чентода набиваем каждый раз до 20. Почему у нас не теряются стаки Архонта после того, как форма Архонта закончилась? Потому что у нас в кубе с вами. У нас с вами с вами. Наложенный эффект Архонта продолжает действовать в течение 20 секунд после выхода из формы Архонта, собственно, как я уже и сказал. Берем кольцо Содиака, которое лишилось, наконец-то, внутреннего КДРа, и дает нам теперь, прошу прощения, лишилось внутреннего КДРа, и дает нам теперь много КДРа. Оно теперь динамическое, и его внутренний кулдаун, то есть его внутреннее время отката, меняется, соответственно, в том, как меняется наша скорость атаки. У нас скорость все-таки растет, ну и кольцо Содиака тоже начинает срабатывать чаще. Берем бесконечный поход, это и урон, и стойкость, берем древние защитники парта, это стойкость. В форме Архонта мы противников оглушаем, или замораживаем, не помню, честно говоря, что есть с ним происходит. Сейчас, забыл, то ли оглушение, то ли заморозка. Заморозка, да, вот, в замедлении времени у нас идет заморозка. Так что древние защитники парта, да, они и на заморозку тоже работают. Если что, я уже об этом много раз говорил. И берем невероятную цепь Фазулы, и Фазулы при переходе в форму Архонта Черзейка автоматически получают 50 наложений эффекта Архонта, ну, минимум 40, если пояс прокнулся плохо. Хорошо бы, чтобы было, естественно, 50. Это феерическая прибавка к эффективности Архонта, да. И дальше, дальше в клубе, в клубе Орел Орлисы, это ценнейшее совершенно кольцо, оно дает нам очень много стойкости, оно, во-первых, автоматически запускает кольцо льда, если только мы получаем урон, равный 10% нашего здоровья, сразу же кастуется кольцо льда, даже если мы находимся в форме Архонта. В кольце льда мы проставляем глубокую заморозку, получаем бонус к урону, и если у нас на панели скиллов есть это умение, в нем стоит эта руна, мы можем им просто не пользоваться. Мы с этим умением и руной на панели скиллов уходим в форму Архонта, и эту руну из-под Архонта будет запускать Орел Орлисы. Кроме того, Орел Орлисы входит в синергию, естественно, с ледяным доспехом, мы должны использовать ледяной доспех, если у нас в клубе или на пальце это кольцо. Да, можно брать на пальце, естественно, вместо кольца зодиака, если хотите. Ну и Горнила, дополнительный урон по элитным монстрам. Что касается камней, то это проклятие плененных и проклятие прожженных для урона, и проклятие сильных, видите, три проклятия здесь сошлись на этом персонаже. Проклятие сильных было переработано, усилено в 2-4-1, вместо него иногда все-таки берут Гогог, можно понять, это дополнительный КДР и Уворот. Там еще и скорость атаки тоже идет, но скорость атаки, здесь у нас и так будет очень быстро подниматься до 5 атак в секунду, поэтому скорость атаки с Гогогога имеет значение, но не такой, мне кажется, сильной, как и остальные параметры, которые он дает нашему персонажу. Но самый мейнстрим, это все-таки проклятие сильных использовать в дополнение к этим двум камням. Так, все, кажется, по предметам разобрались, теперь скиллы, скиллы. Кольцо льда с глубокой изморозкой уже сказал, магический поток со статическим разрядом. Почему? Почему именно эта руна, именно этого скилла? Потому что статический разряд очень много дает нам побочных таких молний, и мы очень много противников поражаем. Поражая очень много противников, мы генерируем очень много критических ударов. Критические удары нам нужны для того, чтобы запускать аффикс, нужно где-нибудь аффикс на каком-нибудь предмете, который восполняет нам магическую энергию при нанесении критических ударов. То есть этот аффикс плюс эта руна, и как следствие большое количество критических ударов, это неиссякаемая магическая энергия, пока мы вне формы Архонта, если вокруг нас много противников. Без этой руны и этого аффикса мы просто бы теряли магическую энергию, не успевали бы на одной только колбе кольцом Зодиака откатить Архонта и набрать 20 стаков Чентода. Нам нужно не терять магическую энергию, пока накапливаются стаки Чентода. С этой комбинацией, этой руны и этого аффикса это вполне реалистично, без них довольно проблематично. Дальше Архонт, здесь все руны включены, получаем, ну, читайте, здесь реально много очень полезных штуковин, сильно повышается у нас все просто. Телепортация с безопасным переходом. Это, ну, помимо того, что это способ телепортироваться, это еще и серьезная, солидная прибавка к нашей стойкости, важное замечание, стараться вообще ничего не использовать из скиллов, имеющих откат, без особой необходимости. Для того, чтобы кольцо Зодиака не отвлекалось от Архонта. Кольцо Зодиака случайно выбирает скиллы и откатывает те скиллы, которые еще не откачаны. Нам нужно, чтобы не откачан был только Архонт, а все остальное, чтобы у нас не было ни кольцо льда без необходимости, мы его не использовали, ни телепортацию без необходимости, потому что они будут отвлекать внимание кольца Зодиака, что нехорошо, следовательно, Архонт будет откатываться дольше. Дальше магическое оружие с отражением, это щит вокруг нас, это наша стойкость и ледяной доспех, это синергия с Орелом Орлисом, уже сказал, мы ради Орела Орлиса ледяной доспех, собственно, и используем. Руна Кристаллизация, это дополнительная броня, очень хорошая стойкость, дополнительная. Что касается посевок и нестабильной аномалии, это воскрешалка, смелость, это дополнительный урон, ускоренное восстановление, это КДР, несгибаемая воля, это дополнительная стойкость и урон. Это хороший скилл, потому что мы в форме Архонта получаем просто космическую стойкость, мы не обязаны двигаться, мы очень многие атаки, очень многие неприятные аффиксы монстров переживаем спокойно. Если у нас под Архонтом много стаков, скажем, там, не знаю, если у нас по 300 стаков, то мы стоим, ну, где угодно, не шевелимся, фиг, с нами кто-то что-то сделает. Поэтому эта пассивка смотрится очень хорошо с этой особенностью Архонта, она нас бафает, если мы стоим, не двигаемся полтора секунды, в Архонте мы часто будем не двигаться дольше полутора секунд. И все, теперь что касается механики, ну, я ее уже по большому счету проговорил. Наша задача, как можно больше монстров иметь вокруг себя и как можно больше стаков набрать, этих монстров атакует. Самый простой способ набрать как можно больше стаков, это, смотрите, мы входим в форму Архонта, мы прожимаем электрический разряд, вообще, несмотря на него, просто постоянно жмем на единичку и забываем, нужно просто заставить палец ее прожимать постоянно. И дальше с помощью расщепления, то есть расщепляющего потока, просто хреначим как можно больше монстров, не забывая при этом прожимать единичку. Как можно больше монстров необходимо насквозь пронзать этим расщеплением Архонта Естественно, если монстры все вокруг нас Если расщепление бессмысленно В таком случае вместо правой кнопки мыши, вместо расщепления используем левую кнопку мыши Там такая локальная атака, сейчас откатится Архонт, я вам ее покажу Так вот, да, если монстры только вокруг нас на маленьком пятачке Это плохая ситуация Этого лучше избегать Не здорово, если монстров настолько мало, что мы расщеплением в пустоту стреляем Вот посмотрите, есть еще такая атака, удар молнии У нее довольно маленький радиус поражения, вот такой вот Так вот, если все монстры в этом радиусе помещаются, то есть все плохо, монстров мало То можно лучше, наверное, использовать удар молнии Во всех остальных случаях лучше дотягиваться до монстров расщепляющим потоком Не забывая прожимать единичку Таким образом мы очень быстро накапливаем стаки Архонта Которые сохраняются даже по окончании этого скилла И с большим количеством стаков мы неуязвимы И смертоносные, вот, собственно, и все Давайте быстренько забежим в великий портальчик Естественно, а, ну ладно, сейчас будет чудо монтажа Я забегу в нефоремский портал, который забыл закрыть А вы увидите, что я оказался вдруг внезапно в великом портале А за предоставленного персонажа большое спасибо Наде И чуть не забыл сказать про отхил Поскольку у нас в Архонте здесь очень высокая скорость атаки Пяти ударов в секунду мы достигаем довольно быстро Очень эффективный способ это отхиливаться за удар Просто ролим, скажем, в пушке Отхил за удар и становимся еще более живучими Если кто-нибудь нашу колбу все-таки пошатнет со здоровьем Мы очень быстро ее обратно наполняем Выры, я уже сказал, скорее всего будут нерфить Я бы очень удивился, если бы его не понерфили И вы знаете, что во многих играх, и не только от Blizzard Существует такая вот концепция, что есть простые персонажи Есть сложные, и все они вроде как равноценные И все они одинаково ценятся и уважаемы Но все-таки игроки могут выбирать на свой вкус Хотят они казуальный геймплей или геймплей с заковырками Чтобы на пианино приходилось играть И я думаю, что выр как раз относится к варианту с заковырками Варианта для любителей пожестче, посложнее И здесь не Overwatch, где у каждого персонажа есть рейтинг сложности От одной звезды до трех Или сколько там, я не помню Тем не менее, я думаю, что этот рейтинг подразумевается Близзарда Когда дизайнят какой-то комплект, его механику Закладывают какую-то предполагаемую сложность Предполагается ли этот билд для казуалов Или для фанатов каких-то изощренных специфических удовольствий в игре Я думаю, что они сами для себя на этот вопрос отвечают И создают билды, чтобы и тех, и тех умаслить Чтобы все нашли здесь свой стиль игры В этой Диабле нашей любимой Выр, да, выр довольно сложный Все, друзья, большое спасибо, что посмотрели Всего доброго, до скорых встреч, удачной игры